В мире украинского балетного искусства нет человека, который бы не знал имени Раду Поклетару. Его постановки восхищают, будоражат, провоцируют и однозначно вызывают огромный интерес. Раду Поклетару – человек мира в прямом смысле. Он родился в Кишиневе в семье артистов Молдавского театра оперы и балета. Закончил Российское Пермское хореографическое училище и Белорусскую академию музыки. Лауреат международных конкурсов. Балетмейстер-постановщик многих спектаклей в театрах Молдовы, Латвии, Белоруссии, России, Украины. Создатель и руководитель театра «Киевмодернбалет». Член жюри многих балетных международных конкурсов и телевизионных танцевальных проектов. Лауреат национальной премии имени Шевченко. Народный артист Молдовы. В украинскую балетную жизнь Раду Паклетару ворвался как новатор, возмутитель спокойствия традиционного классического балета. Его постановки вызывают бурю эмоций и создают постоянные аншлаги. Раду Паклетару одним из первых в Украине рискнул поставить классические балеты на современный лад. Это начато уже давно все в мировом балете. Есть, конечно, и Жизели всяческие, и Лебединые озера. Но Раду он идет своим каким-то путем. И у него очень сильно идет обнажение вот такого человеческой души, неустроенности в этом мире. Вот это очень сильно идет до болезненного, я бы сказала. Но он так чувствует. Раду Паклетару начинал свою карьеру как артист балета, о чем он сам рассказывает как о не очень удачном периоде в своей жизни. Он уже тогда понимал, что как танцовщику значительных высот ему не достичь. Все, что светило на этом поприще – роли злодеев, Кащеев и других характерных героев. А вот первые постановочные пробы Раду называет настоящим началом своей карьеры. Я очень плохо дружу с датами, но вот эту дату я помню, потому что это начало моего творческого пути как хореографа. Это было 21 апреля 1996 года на сцене Белорусского хореографического колледжа. Я показал свою первую работу, миниатюру, которая называлась «Точка пересечения» на музыку Коррелли. Что изменилось, изменилось, как в хореографе, наверное, все абсолютно. Театр, который я возглавляю, это Киев Модерн Балет с акцентом на слово «модерн», на современный танец. Паклетару 20 лет тому назад это был абсолютно неоклассический хореограф. Я стоял на пуантах с красивыми ручками, с красивыми позами. Я иногда спрашиваю у художников, которые стояли, такие маститы, наши мастера, такие вообще. А вас не бесят ваши первые работы? Они говорят, бесят. Но это все равно я. Поэтому я тоже не могу без содрогания пересматривать эти работы, которые были 20 лет тому назад. Они мне абсолютно не нравятся. Но это все равно я, потому что без тех работ не было бы у меня сегодняшнего, которые есть. Не секрет, что когда создавался Киев Модерн Балет, а было это в 2006 году, в первую труппу по кастингу прошла часть танцовщиков, которые не имели классического хореографического образования. И в этом Раду Паклетару тоже новатор. В то же время маэстро отдает должное профессиональному образованию и не считает, что на сцену дозволено выходить кому угодно. Внутри моей хореографии лежит классика. Я никуда от этого не могу уйти, никуда не могу деться, потому что я насквозь пропитан этим. Это единственная, в принципе, школа танца, которая у меня есть. Поэтому люди, которые работают в театре Киев Модерн Балет, артисты, они должны, по крайней мере, не падать в обморок при словосчитании Грисад Ассамбле. Поэтому классика нужна. Но не только это. Человек должен быть абсолютно координирован в первую очередь, потому что координация – это важнейшие физические данные для любого человека, который занимается пластическим это искусством, тем или иным. И второе – они должны быть абсолютно раскрепощены актерски, не бояться каких-то странных задач. Мало кому известно, но на самом деле артисты балета академические, которые закончили 8-9 лет балетной школы, балетного училища, они невероятно зажаты актерски чаще всего. Ну, есть, конечно, исключения, уникумы, но вот, например, для того, чтобы вернуть в ужас православную артистку балета, так сказать, ортодоксальную, надо заставить ее засмеяться в тишине в балетном зале. Все. Ступор полный сразу. Это невозможно. Это задание из разряда миссия невыполнима. В тишине в балете мы используем огромное количество красок и используем максимально возможную палитру, и поэтому там бывает и смех, и плач, и крик, и вздохи, и хрипы. И, скажем так, это универсальный, есть универсальный солдат, а есть универсальный артист балета. Это вот артисты балета театра «Киев-модерн-балет». Дождь, балеро, женщины в роминоре, долгий рождественский обед. Сегодня на эти спектакли невозможно достать билет. Но первая премьера «Кармен-Ти-Ви» могла стать и последней в существовании «Киев-модерн-балета», если бы не поддержка бизнесмена и мецената Владимира Филиппова. Для меня этот театр – это любимый проект Фонда искусств. В 2005 году собрали труппу, раду этим всем занимался. Ну и когда очень успешно прошел этот проект, мы поняли, что просто так вот взять и распустить людей, ну, будет как-то неправильно, будет обидно. Ну и сидели у меня за столом, думали и решили, а давайте сделаем театр. Ну, сначала в виде антрепризы, потом удалось договориться с детским музыкальным театром, получить базу. Ну вот и театр зажил, зажил своей жизнью. На тот момент, когда Радова обратилась ко мне с предложением организовать театр современного балета в Киеве, я уже был знаком с его творчеством, я следил за ним. У него уже была премьера в нашей национальной опере, я знал его постановки, которые участвовали в конкурсе. И, конечно, для меня это предложение было очень интересно, это было новое. Это то, чего не было в Киеве, то, в чем нуждались все мы. И поэтому я с радостью откликнулся на его предложение, и мы стали этим заниматься. С одной стороны, Ара Дупоклетару можно сказать, что он единоличный хозяин в своем театре. В какой-то степени это так, потому что вся труппа ему безгранично доверяет. С другой стороны, несложно заметить, что он корректно держится на расстоянии, когда экспериментируют молодые хореографы, участники его театра. Что меня радует, что вот буквально за те 10 лет, что я нахожусь в Киеве, уже 11, я реально вижу, что интерес к современному танцу, интерес к современному танцевальному театру вырос просто в разы. И сейчас очень-очень много людей, которые занимаются современным танцем, проводятся фестивали, проводятся мастер-классы, приезжают зарубежные труппы, показываются на фестивалях. Киев-Матернболец зарождался в вакууме. А сейчас меня приятно радует, что помимо нашего театра существует очень много энтузиастов, талантливых хореографов, которые работают, ставят и представляют нашу страну на различных фестивалях международных. У Раду, кроме таланта хореографа, есть еще и задатки прекрасного руководителя. Хотя задачи тут стоят не менее сложные. Любой руководитель, он должен быть психологом в первую очередь. Ни для кого не секрет, что одна и та же форма поощрения или наказания, она перестает работать через очень короткое время. То есть, если ты постоянно будешь нистовать, кричать, ругаться матом, унижать своих артистов, это перестанет действовать через 10 дней. Все просто привыкнут. Теоретическая психология адаптируется ко всему, чему угодно. Поэтому приходится использовать всю палитру, за исключением мата. Я не ругаюсь с матом на репетиции. Приходится использовать всю палитру для того, чтобы повысить качество выпускаемого продукта. Театр Раду Паклетару знают не только в Украине. Артисты участвуют во многих международных конкурсах и побеждают. Театр является лауреатом международных балетных фестивалей во Франции «Биориц», Молдове «Биеннале», Таиланде «Бангкок», России «Золотая маска» и «Новые горизонты». А уж отечественных премий «Киевская пектораль» не сосчитать. Я достаточно спокойно отношусь к цельским званиям, премиям и всего остального. Может быть, потому что я очень рано начал получать первые места на различных конкурсах балетных. Поэтому само по себе звание, оно не представляет никакой ценности. Оно представляет ценность только как оценка твоей работы за какой-то период времени, за какую-то работу. То есть какой-то знак качества, который ставят на твоем произведении, на твоем творчестве. Это вообще удивительная была история, потому что никто не знал, что мне присвоят это звание. Мы были на замечательном фестивале «Приглашает Мария Биешу». Это очень крупный международный фестиваль, один из главных Молдовиков. И министр культуры перед началом спектакля просил меня выйти на сцену, я не знал зачем. И была маленькая торресная часть. И вот на сцене мне сообщают, что я получил звание народно-ортиста Молдовы. И представили мою маму, которая была в партере, сидела. Она встала и вот так вот долго-долго принимала поздравления и махала пирукой. И она была абсолютно счастлива. Она была просто на седьмом небе. Даже если было бы только счастье моей мамы, то уже это звание имеет смысл. Казалось бы, добившись в жизни и творчестве таких успехов, можно почивать на лаврах. А нет. Самое сложное – все это сохранить и развиваясь идти дальше. И тут встает вопрос, как удержать молодые таланты дома. Мы основывались как меценатский театр, абсолютно частный. Нет сейчас меценатов на горизонте, которые готовы были бы поддерживать театр на постоянной основе. Артисты балета – это очень конвертируемый товар. Они прекрасно понимают, что у них нет языкового барьера, что они могут приехать в любую другую страну. Если профессионал высокого качества, то он будет говорить без акцента со сцены, потому что он говорит языком танца. Поэтому я думаю, что все-таки надо будет довести дело о получении статуса Национального театра современного танца до конца. Можно не сомневаться, что в ближайшем будущем театр «Киев-Модерн-Балет» получит желанный статус. Что, в свою очередь, даст импульс новым творческим открытиям. Мы можем однозначно сказать, что театр состоялся, спектакли во всем мире пользуются популярностью. Его знают, и это бренд, который представляет нашу страну. Это уникальное явление, как и уникален их руководитель. И каждый его спектакль – это откровение, абсолютное режиссерское, хореографическое откровение. Это первый признак таланта и профессионализма. «Киев-Модерн-Балет» – это мое детище. Я считаю, что это самое ценное, что я создал за свою жизнь. И это мой творческий дом, это моя семья творческая. И поэтому, как бы хорошо ни было в гостях, люди все равно знают, что дома лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ